Наконец-то выпал снег. Это вообще такой кайф. Сегодня у нас вторая серия сериала про строительство мастерской. Это все делается для того, чтобы эффективно работать и не тратить силы на ненужную работу. Ребята, всем привет! С вами я, Филипп Захаров. Усадьба 4 сезона. Сегодня у нас вторая серия сериала про строительство мастерской, каркасное строение. И мы начинаем. На одном из предыдущих видео телка перегрызла провод у микрофона. И я прошу прощения, если сегодня звук будет недостаточно качественный, постараюсь говорить погромче, чтобы было интересно и понятно. Если вы видели, в одном из предыдущих видео я снял видео про фундамент вот в этом строении. Называется «Дешевый фундамент для каркасного строения». А сегодня мы продолжим двигаться дальше по постройке этого здания. И в сегодняшнем видео я расскажу про нижнюю обвязку, про лаги пола и стойки. Вот они сейчас уже установлены. Этот этап пройден строителями. И сейчас я расскажу, как это делается. Как это делается просто, эффективно и самое главное, с минимальными, скажем так, затратами материала и денежных средств. Вот эту мастерскую я сам спроектировал. И когда вы сами проектируете какое-то строение или сооружение, нужно понимать, что все материалы, пилы материалы, они в основном идут 6-метровой длины. И исходя из этого надо проектировать. То есть все размеры должны быть желательны. Если, конечно, есть такая возможность, если позволяет площади, чтобы были кратно 3 метрам. 3 или 6 метрам. Это в районе 27 метров в длину и 6 метров в ширину. Таким образом, при максимально использовании весь материал, у нас не будет обрезков. Если бы мы сделали, допустим, 5 метров, то у нас бы метр остался в обрезок. Или 4-2 метра в обрезок. И кажется, что это может потом применить. На самом деле, может быть только на растопку печи больше ничего. Две собаки пришли. Девочка решает не снимать. Сейчас мы попробуем их успокоить. Кузя, иди сюда. Иди сюда. Все, давай, садись. Бузя, иди сюда. Все, молодцы. Хватит драться. Все, у нас две собаки такие. Во все время настроение поднимает. Да, кстати, забыл сказать, ребята, наконец-то выпал снег. Это вообще такой кайф. Снег, сейчас солнышко чуть подсвечивает. Наконец наступила наша настоящая русская зима. И обязательно сейчас будем что-то снимать про зиму. Еще пока не придумал, но снимем. После того, как мы сделали фундамент, как в том предыдущем видео я рассказывал, обязательно отсекли бетон и цементно-песчаный блок от деревянной конструкции рубероидом или гидростеклоизолом. В нашем случае гидростеклоизол. И начинаем выстраивать нижнюю обвязку нашего строения. Здесь используем дров 200 на 150. По периметру мы обвязали. Обвязали середину. Нижняя часть готова. И такой нюанс. Смотрите, поскольку мы используем цементно-печатанный блок, он прямоугольной формы. И обвязку мы располагаем по краю этого блока. И чтобы не произошло перекоса фундамента, что делается? Ставится на ребро доска 50 на 150. 50 на 200. Ну, поскольку здесь высота балки 200, и там доска тоже 200. Она ставится на другой край цементно-песчаного блока. То есть мы экономим материал. Мы с одной стороны используем брус, а с другой стороны просто ставим доску. Но потом сверху мы ставим уже лаги. Вот они здесь стоят. Потому что Снежок-то там все это подредактировал. И лага перераспределит нагрузку полностью по всему цементному блоку. Фундамент будет стоять ровно, не будет перекоса. Это важный такой момент. И самое главное, это инженерное решение. Я раньше не видел ребята, кто нам строит, звери и подрядчики. Они его используют. И, скажем так, хорошее инженерное решение по экономии материала и правильной нагрузки на фундамент. Можно сделать, допустим, поставить нижнюю балку обвязки на середину фундаментного блока. Но, во-первых, у вас тогда будет он выступать сильно за пределы строения. И вам надо будет потом каким-то образом цоколь отделывать. Делать там отлив. В общем, там целый опять за собой поток решения каких-то потребует. Поэтому проще вот так сделать. То есть брус ставится на край блока, ставится доска на другой край и нагрузка перераспределяется. После того, как мы сделали нижнюю обвязку, значит, между собой, как закрепляется брус, да, закрепляется просто на простые металлические уголки и саморезы. И на углах брус запиливается в лапу. Значит, после этого мы начинаем делать следующий шаг. Это мы располагаем лаги будущего нашего пола. Здесь у нас использована доска 50 на 300. 300 мы сделали с такой целью. Поскольку у нас, получается, снизу будет ветер гулять, здание будет через низ подвержено, скажем так, холоду. И поэтому будет утепление 300 минеральным, как базальтовым утеплителем. Это в следующих видео я расскажу, какой мы используем, как мы его кладем. А сейчас просто смысл в том, что, поскольку от земли очень всегда холода много идет, мы его тут не экономим. Тут что 200 сделаешь, что 250, что 300 по трудозатратам, по материалам. Это небольшие расходы, скажем так, не колоссальные, но по энергоэффективности будущего строения значительно оно будет лучше держать тепло. Поэтому мы используем 300, здесь не экономим. Стены у нас будут 250. Как мы их сделаем? Я сейчас расскажу начальную стадию, как мы стойки ставим, и потом расскажу уже в следующих видео, как будем утеплять стену. Ставим лаги пола. Крепим мы их тоже на уголок металлический, уже к существующей обвязке. И такой момент. Шаг вот этих досок, которые у нас сейчас стоят, 58 сантиметров. Это важный момент, потому что размер утеплителя стандартный, который мы используем, 60 сантиметров. Мы сделаем 58, потом будем туда помещать утеплитель, он плотно зайдет в этот размер. И вот здесь не будет, скажем так, называемого мостика холода между доской и утеплителем. Он будет очень плотно туда загнан. И это важно для того, чтобы здание потом не промерзало. Соответственно, дальше вот от этих лаг, когда мы начинаем ставить стойки, у нас стойки тоже идут с тем же самым шагом 58 сантиметров. Поэтому очень важно сразу грамотно, четко и вот этот размер прямо до 100 миллиметра поставить правильно. От этого будет дальше все здание танцевать, от этих лаг. Когда мы лаги установили, да, по сути, вот доска на ребро и закреплена к нижней обвязке уголком металлическим. Когда мы их установили, мы переходим дальше к стойкам. Значит, как мы делаем стойки? Если сейчас видно, не видно, я не знаю. Но вот мне видно. Дело в том, что стойки немножко все разные высоты. Они немножко скачут. Вот они сейчас стоят. Ну вот мы так сделали. Почему? Мы взяли просто те же самые трехметровые доски. Какая доска 3,05, какая-то может быть 2,95, какая-то 3,20, может быть 3,03, 3,03. Неважно. То есть они там не все прям ровно 3 метра. Но мы не занимаемся их вообще, не пилим, не режем. Мы просто используем эти трехметровые доски. И ставим их в качестве стойки. Там доска у нас 50 на 150. Почему мы не режем, не подравниваем, ничего не делаем? Смотрите, что мы сделаем потом. Это все делается для того, чтобы эффективно работать и не тратить силы на ненужную работу. После того, как мы сделаем верхнюю обвязку по уровню, мы просто все доски по уровню этой доски, верхней обвязки, срежем. И у нас автоматически все выровняется. И не нужно сейчас об этом даже думать. Поэтому берем трехметровую доску, ставим. С одной стороны крепим уголком, а с другой стороны прикрепляем уже к существующей влаге тремя глухарями. Стойка стоит. Вот мы сделали, если видите, такой тип как скелет. Но единственный момент, что, конечно, это не очень устойчиво сейчас к конструкции. И поэтому поверху технической доской, самой дешевой, 25-кой, они сейчас перевязаны. И плюс стоят такие вот раскосины, которые помогают на этапе строительства, чтобы не развалилось. И просто потом проще будет работать с обвязкой, с верхней. Ну и, в принципе, необходимо немножко все это дело подзакрепить. Когда мы все это обвяжем, это все будет вообще железно стоять, никуда не денется. Ребята, это вот то, что сделано на данный момент с этим строением. Дальше мы будем защищать это здание от мышей. Это важный момент, потому что мы находимся, грубо говоря, в поле. И, в принципе, в основном все дома, может быть, в поселке, неважно, все равно это поле в том или ином виде. И мыши полевые, они присутствуют. И ведь эти мыши, они зимой все равно на тепло идут. И никуда ты от этого не денешься. А здание, оно дает тепло. Оно чувствует и приходит, ей жить хочется. Как мы будем защищать это здание от мышей, будет отдельный рассказ. Как мы будем утеплять, каким будем использовать материалы, какие будем использовать технологии. Об этом всем будем рассказывать, вплоть до конца. До кровли, до окон, до внутренней отделки, электрики, сантехники, санузла и так далее. Поэтому этот сериал еще только начинается. Если вам интересно, ставьте лайк. Это поможет. Сейчас собаки не сломают. Кузя, иди сюда. Они не дерутся, они все время так играют. Ребят, если есть что-то еще интересует вас по этому строению, что я, допустим, еще не сказал, не проанонсировал, пишите в комментариях, потому что, может быть, что-то отдельно, дополнительно, подробно расскажем. Если, может быть, есть какие-то вопросы, особо интересующие, скажем так. Ну и не забывайте на нас подписываться, потому что сериал это только начинается. Раз в недельку мы будем рассказывать, что здесь происходит на объекте. Где-то месяца за три, за четыре мы его закончим, я надеюсь, даст Бог. Вот. А я сейчас пойду по снежку, сниму что-нибудь про зиму, про русскую зиму, про сани, наверное, не знаю. Посмотрим. Если там со звуком не очень, не обессудьте. Телка съела микрофон. Ну, не съела, перегрызла провода, скажем так. С вами я был Филипп Захаров. Всем спасибо за внимание. Всем пока, до новых встреч.